Музыка Здравствуйте дорогие мои телезрители всех каналов на свете и конечно мои подписчики на ютюбе, я вас просто всех обожаю. Сегодняшняя тема, конечно же, посев перца. 11 января скоро прям по носу стукнет. Музыка Причем давно и надолго. Конечно это Денис, который появился достаточно давно. Раннеспелый, высокоурожайный и для пленочных теплиц, для стеклянных и для парников. Значит и его два сорта типа. Представляете, у него уже дети появились. Это Аристотель, который появился, ну тоже наверное года уже 3-4 и он тоже просто супер. Он жаростойкий к тому же. И еще один красавчик сорта типа Дениса это Эскимо. Он не такой большой, но он кубовидный и у него очень даже толстая стеночка не меньше 1 сантиметра, а это уже супер просто считается. И я рекомендую познакомиться и с ним. Но у меня в руках еще один красавчик. Они небольшие. Некоторые называют их помидорного типа. Это гагашарного типа перца. То есть у них не такой кубик, да, и не такой остроносенький, а вот такой плоский. А когда вы его повернете, то увидите, что он похож на цветок. Он замечательный и для фарширования, и для того, чтобы из них сделать леща. Причем в форме цветов. Вы их вот так разрешите, да, вот прям, ну, на тарелке просто сказка. Причем они все достаточно скороспелые. Но не обольщайтесь. Я хочу прочитать, что здесь написано. Хотя теперь оригинаторы, селекционеры и фасовщики семян, они поступают с нами не очень хорошо. Ну вот даже на таком скороспелом, раннеспелом. Нет, вы посмотрите, и правда не написано. Как олига называется, вот этот перец гагашарного типа. Написано раннеспелый 105-110 дней от появления полных всходов, то есть первого настоящего листа. Это два семидольки и первый настоящий лист. И дальше уже до начала плодоношения. А давайте посчитаем. 105-110 дней прибавляем 3 недели для того, чтобы появился первый настоящий лист. Это еще 20 дней. Значит уже 130. И от цветочка, маленького такого, до такого плодика пройдет минимум 30, максимум 40 дней. И то не в красном виде. Вот и посчитайте. 130 и 30. Сколько будет? 160. А теперь давайте. Допустим, нам с июля начала месяца нам нужно бы уже плодики. Считаем назад. Июнь, май, апрель, март. Всего 120, а у нас 160. Февраль полностью. Так все-таки есть смысл посеять в январе перцы? Вот и я думаю, что есть. Потому что высадить эту красоту надо не только с листьями, но и с плодами тоже. Там главное прищепнуть в первой развилке вот этот цветочек. Удалите его и потом удаляйте нижние листья. А вот как их посеять, сейчас мы будем об этом говорить и показывать. Контейнеры, конечно, не очень маленькие. Но для того, чтобы посеять 10 штук, как раз. Мы набираем туда почвы. Вы этот процесс уже видели на баклажанах, я надеюсь. Обязательно дренажное отверстие. Обязательно на пятках, чтобы больше ничего не подставлять. Ну, вот такие вот поддончики я использую всегда. Не очень хочется мыть окна. Не очень, правда. Это все, что касается удобрений, въедается в подоконники. И мы потом страдаем от этого все вместе. И вы, и подоконники. А нам этого не требуется. Значит, уложив почву, так же нужно примять. Видите, да, я первый жест всегда делаю очень сильный, что у меня почва оттуда немножечко вылезает. Примять ее. Она слишком пышная. Потом, когда она сядет, семена затянутся слишком глубоко. Это плохо. Вот не очень. До верха мы потом будем подсыпать же к нашей рассаде почву, когда она будет подтягиваться. И это будет правильное решение. Ну, вот смотрите, то, что в тазике было разведено, хватило только на два контейнера. Вот так. Почва-смесь готовая. И вы знаете, что мы туда с вами положили. Это почва, значит, обычная, либо садовая, либо компост, либо с торфом смешанная слегка. Это обязательно кокосовый брикет размоченный. Это вермикулит и перлит. У нас тут все для того, чтобы растению было комфортно. Теперь мы проливаем очень горячей водой. И на эту горячую почву разложим семена перца. Значит, все пролито. Вот немножко осадите рукой. Все-таки очень пышная масса получилась. Перлит держит очень хорошо, как рыхлитель почву. Просто замечательно. Но выровнять обязательно. Открываем пакетик внутренний. Кстати, упаковка очень хорошая. Вот здесь пакетики. Здесь они бумажные, а изнутри они полиэтиленовые. То есть, они сохраняют схожий семян очень и очень долго. Но так делают самые приличные фирмы. Высыпаем их. Ну, что написано на пачке? А написано 0,1 грамм. 0,1 грамм это соответствует максимум 12 семечкам. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, тринадцать. Чему я очень рада. Инвалидов нет. Все можно посеять. И мы эти 13 штучек разложим очень ровно. Так, чтобы они друг другу не мешали. И прижимаем их к почве. Почва горячая. И это хорошо. Прогрев всегда способствует обеззараживанию семян. Я уже об этом говорила. Можете обрабатывать их в эпине, в марганцовке. Да в чем угодно. В солевом растворе. Только не долго, не два часа, пожалуйста. Там буквально 10 минут нужно для этого. Так, зацепили. Вот посмотрите. 13 семечек разложили. Так, чтобы каждому досталось место под солнцем. Ну, вот здесь немножко осталось почвы. Я высыпаю. Ну, постараюсь равномерно, конечно. Но придется добавить еще чуть-чуть. Потому что этой почвы явно не хватит, чтобы закрыть все семена. Но, тем не менее, вы закрываете так, чтобы у вас уже в придавленном состоянии был сантиметр, полтора-два сантиметра. Вот так вот слой почвы над семенами. Обратите внимание, сверху поливать не нужно. Ну, и с этим же контейнером мы поступаем так же, как и с баклажанами. И запоминаем, что всходы перцев появятся дружно только в том случае, если температура вот этой почвенной смеси и все вокруг будет не менее 28-30 градусов по цельсию, значит, либо на батарею на толстое полотенце, либо около нее. Но не на холодный пол однозначно. И мы завяжем только вот эти хвосты. Не надо завязывать так, чтобы там не осталось воздуха. Это недопустимо. Вот таким образом. И будем, ну, через 3-4 дня можно посмотреть, что там происходит. И это мы убираем. И я хочу сразу оговориться. Это в основном для тех, кто на ютюбе смотрит мои программы. Все меня спрашивают, да как же так может быть, что вот в таком маленьком горшочке растущие перцы, внимательно слушайте, вот в таком маленьком горшочке растущие перцы, они и так-то вот такие уже, и горшочек там корням места не хватает. Как же мы их будем растить-то полгода-то? Да молча мы будем их растить. Только запомните, пожалуйста, после пикировки перчик должен уехать даже не в такой горшок, а еще больше на два пальца. Вот в такой вот по его окружности. А знаете почему? Да слышали вы от меня сто раз. Дело в том, что у этого растения, у перца и баклажана, у них особенность есть одна. Их крона должна соответствовать проекции корней. Вот корни, горшок вот такой и крона вот такая. Но это невозможно, перец вот такой к высадке. Так вот, горшок может быть и такой высоты, только ширины должен быть соответственной кроне вашего перца. Вот в чем весь фокус, как только вы высадите из такого горшочка вашу землю, то есть предложите вашему растению земли гораздо больше, чем у него была в горшке. И что он сделает? Да он такой же лентяй, как мы с вами. Он совершенно молча начнет не корни образовывать, нет. Он будет есть и пить, корни-то он будет образовывать, но при этом он не будет образовывать цветы и плоды. Он будет из них, наоборот, забирать все питательные вещества, а их будет сбрасывать. Это называется процесс реутилизации. Вот и все, что произойдет. Поэтому соответствие корней и кроны должно быть обязательно. И у перцев, и у баклажан. Помидор это не касается. Ну вот на этом пока все. Обнимаю крепко. Ваша голова садовая.